Привет, друзья! Меня зовут Эрик Шоков, и сегодня вторая часть влога в Рио-де-Жанейро. Если до этого мы были на Challenger Stage и на Легенд, то сейчас начинается плей-офф. Три дня! Три дня просто месиво! Здесь будет 18 тысяч человек. Это в 4 раза больше того, что было на прошлом стадионе. Перед тем, как я зайду на арену и покажу вам, что от начала до конца творится и как выглядит здесь все снаружи, очень большая просьба. Поставьте, пожалуйста, гребаный лайк. Буду рад, если наберется 25 тысяч лайков. Ну а сейчас мы приступаем к этому зрелищу. Давайте заходить. Тут окромеша очередь, но тут есть VIP-медиа. Для нас можно без очереди. В итоге я получил VIP-ку, а не прессу. Не знаю зачем. Но в любом случае, давайте пойдем. Так, я себя чувствую игроком. Да-да-да. Но я иду не на стенд. Я смотрю этот матч, но у меня еще и горит ставка. Пока все хорошо. Я поставил на победу Версстро и Клаун Найн 10 тысяч рублей на Виллайон. Только что Аутсайдерс выиграли первую карту и наша ставка заходит. И наши ребята пробираются дайдер-шак. Я очень рад за Джейма. Из всего состава, из всего киперспорта, наверное, кто здесь на мажоре, я больше всего хорошую с ним на Джеймом. Поэтому я рад за него. Но главное, чтобы он выиграл бы турнир. Если он проиграет в финале, то не надо так. Если уж по кем проигрывает, то только победой. Мне в итоге дали не прессу, а VIP-ку. Но в любом случае человек, который занимался этим вопросом, решил нас пригласить в VIP-ку. У нас есть очень классная еда. Какие-то маленькие мини-бургеры. Есть еще какая-то еда. Я чувствую себя бомжом каким-то. Я не знаю, как это называется. Но в любом случае у нас есть что покушать. И это прекрасно. Если говорить про зал, то на самом-то деле там не выглядит все на 18 тысяч человек. Ощущение, что меньше 4 тысяч. То есть меньше, чем было на прошлом стадионе. Но в любом случае это первая игра. И здесь Аутсайдерс и Фнатик типа окей, существует и вот существует. Но что отличает эту стадию от прошлой, здесь есть фан-фест. Я не знаю, платно или нет, но люди могут прийти и посмотреть на улице этот чемпионат. Там комментирует сейчас Гаурис. И там будет во время игры Фури просто нечто. Аутсайдерс или Фнатик? Аутсайдерс. Флэмм очень, очень, очень хорошо. Флэм, аутсайдерс. Чемпионат, извините, извините, извините. Аутсайдерс! И что за чёрное турнито? Чёрное турнито – это фурифирио. Я бразилиан, поэтому мы любим ЖЭм. И я люблю Фурифирь, потому что это бразилианский команда. Какого команда вы ходите за машином? Аутсайдерс или Натюкі? Аутсайдерс. Аутсайдерс. Шэмтайм! Спасибо. Спасибо, ребята. Субтитры сделал DimaTorzok Твоя и аутсайдер! Может быть, пины, может быть, футболки. Тем временем, Cloud9 проигрывает вторую карту. Не очень приятная история, потому что весь мой пикэм построен именно на этой команде. Пойдем. Так, ну, здесь у нас снеки и попкорн, хот-доги. То есть, примерно то, что было в Challenger State. Ребята, здесь играют доимку. Я спросил, что можно выиграть за это. Говорят, только for fun. Они просто принесли два компьютера. Но посмотрите на очередь поиграть аимку один-один просто так. Это все потому, что тут нет бразильского кибер-клуба. Надо открывать. Это просто футкорт. Те же рестораны, те же магазины, которые были на прошлой стадии. Короче, пока ничего интересного. Магазин Imperial. И самое, что и полон. Посмотрите на ажиотаж в этом магазине. Поехали. 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 Вот можно купить джерси. Кетки, коврики, плакаты, мышки. Блин. У него очень большой стаб. Я не знаю, что это за место, но выглядит как будто здесь он будет расписываться. Тут их спонсоры, тут какие-то стулья. Полон сильно постарался, сильно подготовился к этому ажору. И, к сожалению, вылетел 0-3. Тут за Cloud9 не болеют. Я вам это докажу сейчас. Cloud9 или Maus? Маус Спортс. Почему? Потому что вы не можете. Маус? Маус Спортс. Почему? Почему? Маус Спортс. Почему? Маус Спортс. Короче, ребята, здесь все за Маус Спортс. Я не буду проводить дальше аналитику. Тут логично, потому что все молчат когда выигрывает Cloud9. Маус Спортс. Хоббит. А на нем вебку не показали. Сейчас, хотя минус был действительно Вау. Справа не замечает Фроузена. 2 в 3. Еще шансы есть у команды. Маус. Сказалось, Аксель уже выиграл этот раунд. Но нет, нет, нет. 2 в 3. Тут один в клубу не попали. Ладно, GDC с руки набросил. Нафаня. Нафаня. GDC не разобрался. Думал в спину. Думал его люрканули. Вот и раунд для Cloud9. Не слишком ли поздно? Непонятно пока что. Но Cloud9 забрали. 6. Тут разливают пиво. Алкоголь тут есть. Но только на улице. Интересно. Больше ничего на улице нет. Какой мой вердикт? Где все вещи? Нужно больше. Сейчас мы посмотрим, что можно найти на первом этаже. Если там тоже ничего нет. Но, ребят, что за трэш? Нужно больше сувениров. Люди готовы платить. Сейчас мы на первом этаже. И сюда распускаются люди после игр. Купить что-то покушать. Либо какие-то сувенирки. Давайте посмотрим, что ESL подготовила именно здесь. Тут обычный магазин бургеров, который был на улице. И который был на прошлой стадии. Здесь у нас какой-то стенд от DHL. Это почта. А не спонсор этого мажора. Купить что-то. Какой раунд для него. Нафини проникает широко. Торзи доджет. И не успевает. Нафини держит эту веру живую. Тем временем, Cloud9 делает камбэк. Уже у нас счет 12-15. Что это? Это спиннер. Спиннер? Да. Он смотрит на тебя. Он смотрит на тебя. Он смотрит на тебя. И я думаю, что ты постараешься на Инстаграм. Да, давайте попробуем. Ты можешь? Да. Хорошо, брат. Я готов. Два, 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 давайте. Акцион. Акцион. Слушайте, это призабавно. Проверять сейчас. Осторожный за Декстер! С Амиком на шоу минус. 2 в 2 теперь. Декстер на почте. Который за скобом Декстер на Фраг сфера. Один-два. Вот он шестнадцатый. Просто должен быть прямо сейчас. Широ. Это Декстер с АДП. Сюда. Сюда, Эншин. Маус выиграли первую игру. Это очередь в магазин ESL Shop. Это просто очередь. Это так странно. Короче, тут невозможно что-то сейчас купить. Огромшая очередь. Тут человек триста. Просто один вопрос. Какого чёрта один магазин? Ребят. Я, конечно, буду сравнивать сейчас с Игромиром. Но почему на Игромире такое большое количество было стендов? Каждый, кто хотел, приходил туда и устанавливал свои стенды. Были продажи. Люди, которые сюда приходят, они идут платить деньги. Они хотят болеть за свои команды. Тем более, в Бразилии. Один магазин. Так же было и в Бельгии. Это просто... Я не могу в это поверить. Я не могу это понять. Я сейчас в футболке Gigi Drop с рукавом Gigi Drop. А сзади меня автобус Gigi Drop. И всё это не просто так. Ребята подготовили большую рекламную кампанию. Они катаются по Рио-де-Жанейро. И приглашают людей сесть к ним в автобус. Они проводят квесты, раздачи, всяких бонусов, промокодов бразильцам. Ну, а также у них специальные гости. Какие-то известные люди из Бразилии. К примеру, он, он и он. Смотрите, они даже перекрыли дорогу, чтобы никто бы не проехал. Только автобус Gigi Drop здесь должен находиться. Может быть, кто не знает. Gigi Drop это сайт по открытию кейсов. И это уже не просто приложение, сайт. Это ещё и автобус. Вы можете открывать кейс на этом сайте, используя просто огромнейшее количество возможных путей получить кэшбэк на кэшбэке. Допустим, мы хотим закинуть 1000 рублей. Используя мой промокод Рио, вы получаете 1100 рублей вместо 1000. Теперь у нас есть 1100 поинтов, потому что каждый рубль это каждый поинт в Wild Event. Вы собираете депозиты, покупаете пули и стреляете в мишени. В каждой мишени спрятан дроп. И это всего лишь часть каких-то кэшбэков, которые есть на этом сайте. Попробуйте Gigi Drop вместе с моим промокодом Rio и вы кайфанете. Ну, а я пойду садиться в автобус кататься по Рио-де-Жанейро. Ребят, творится какой-то трэш. Cloud9 проигрывает эту игру. Ломают старки, ломают пикемы. Маузам. Что за трэш? Мауз. Какая хаида летает! Акси! Ап-шка! Нам все залетело в глаза, все под ноги! Прострелы! Ксержин! Как они душат! Как они это делают! Их не остановить! Cloud9 этот раунд даже не начали! А Мауз его уже заканчивают! Когда они на сильную сторону на Эншенте! 5 в 0 в раунд! Они очень растерянно играют. В ходе раунд сейчас возьмут и я не верю, что они выиграют. Широ миссит его шанс, чтобы страйкнуть их. Это трэш от Интера. Там он! Есть время для этого? Да, он получил! Там же с Широ. И Торзи миссит его шанс. Лэнс, первый, на Хоббит. Широ миссит его. И с этого Cloud9 есть надежда. Я не знаю, что не так. А кто тогда выиграет? А Молтов не туда! Декстер! Не ждали! Не ждали Декстер! Тут все еще живет! Забирает еще одного! Два фрага до полуфинала для Мауз! Декстер! Декстер! Нет, падает! 9 хп! 9 хп! Фроузен заканчивает карту! ГГ! Команда Маузы Спортс! В полуфинале Мейджора в Рио! А там очередь. Большой тайм, что ли? Шутки в сторону. Случилась серьезная ситуация. Я попал в перестрелку в Рио-де-Жанейро. Я сидел, записывал кружочек в беседу Telegram, и тут началась стрельба в 20 метрах от меня. Скалаше с автомата, с машины. Вы только посмотрите на мой скорость бега. Но в итоге оказалось, что там была просто съемка бразильского фильма. Ребят, Рио-де-Жанейро, what the fuck? О чем мне благополучно не сказали. Но зато останется на память такая забавная история. Очередной день. Это игра Spirit против героев. И вы, наверное, видели, что зал был не особо полный, потому что это протест. Бразильцы решили не заходить на арену. Потому что их любимый стример Гаулис стримит на улице и комментирует все это именно там. Почему так произошло? Это косяк ESL. ESL зачем-то не доверили Гаулису проводить эту трансляцию прямо на арене. И сейчас комментируют ее каких-то два рандомных чела. Из-за этого получилась такая ситуация, что сейчас зал не особо полный. Но когда будет матч Fury и Na'Vi, он будет комментировать здесь. И все люди, которые на улице, их тысяч 10, они придут сюда. А если говорить про Spirit и героик, сейчас у игрока Spirit в сирене вылетел в CS. И мне кажется, на таком тильте у молодого парня просто сейчас все полетит вниз. И со счета 13-9, я думаю, будет лишь 16-9. Наш Пикем полностью провалился. Он все дальше на дно падает. Поэтому все, я уже забыл. И я не удивлюсь, если сегодня FURIA выиграет Na'Vi. Я поставил свою ставку, она у вас на экране. Я снова ее проиграл. И я потом поставил еще на победу Spirit, когда они проигрывали 1-0. На коэффициент 5. Ну, тупой. Но, в любом случае, я ее тоже проиграл. Ну, что делает Nessus? Неважно! Это Cadian! И он дает решающий фраг в этой игре. Со счетом 16-14 здесь на оверпассе. И со счетом 2-0 по картам. Герои проходят в полуфинал. AEM Rio Major. Дайанг пытается спасти ситуацию. Еще одну пулю нужно попасть по тропу. Еще одну пулю! Витя! Есть контакт. Один в один. Забирает тропа, но при этом там смог на бомб. Вон вид последнего! И сам Дайанг тащит. Финансовый счет. 2-2 и Симпло все-таки отсутствуют. Хостин и просил этого не делать. И люди продолжают. Огромное количество людей тут. Говорить про них невозможно. Это просто охуенно. Сейчас... О! Тихо! Шикарно можно сказать. Поставьте лайк, пожалуйста, вот этим роликом. Спасибо! Сейчас... Через 3 секунды будет килл. Понятное действие у Фурии. Килл Симпло и все молчат. Финансация 2-2. Бомба ставится. Арт в ланге. Симпло его не ждет. Гранаты в руке. Арт все-таки берет последний раунд. Счет 8-7. Сейчас самый разгар игры Na'Vi Фурии. И я вам покажу масштаб этого стадиона. Сейчас, мне кажется, самый пик, который возможен в этом матче. Пойдем. Люди просто везде. На самых верхних трибунах. Они везде. Наби выиграли раунд. Все молчат. Также одновременно с матчем на арене. Тут дублируется все от начала до конца. И люди могут смотреть на открытом воздухе. Давайте посмотрим. Здесь человек 2-3 тысячи. И, понятно, сделать не так много, как было вчера. 13-13. Это очень близко. Я считаю на Фурия, потому что, посмотрите на поддержку. Спасибо, чувак. Это Фурия. Пойдем, Фурия. Пойдем, Фурия. Пойдем, Фурия. Пойдем. И он дроп. Пойдем. О, остается последним. Пытается установить бомбу. Симпл на вилке. Бомба ставится. Но нет, Симпл не дал этого сделать. Нави берут по итогу. Ключевой раунд. Нави забрали 15 раунд. И молчание абсолютное. Сейчас они заберут и 16-ый. У Фурии очень плохой байк. Выход через будку. Но при этом сам Дайанг ловит первого, ловит второго. Он делает один минус. Дроп погибает в будке. Нави все-таки берут первую карту. За счетом 16-14. Симпл не понимает, где его крики. Ему показывают средний палец. Все без эмоций уходят со стадиона. Вот такая вот история. Не забирается. Не забирается. Андайанг падает все-таки от Сафи. Сафи щелкает электроника. Остается Перфекта. Посредний против троих. Разбирает Сафи. Нужно подбирать бомбу. Фекта подбирает Клен. Все. Перфекта не успевает, друзья. Фурия побеждает в рамках карты Ancient. И сравнивает счет в серии. Это 1-1. Энди! 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 В этом раунде не в своем стиле, потому что Фури обычно играет намного быстрее. Это, судя по всему, победа команды Фурия! Субтитры сделал DimaTorzok Это последний день мажора и, честно, я уже устал от КСа. Я еще устал от поддержки, от не те же слова и от не те же песни. Это просто уже у тебя здесь. Хочется домой. Но это моя проблема. Я очень много смотрел КСа и я не пропускал ни одну игру. Давайте посмотрим, как сейчас аусайдеры заберут карту. Слэш, Джеймс, АВП. Отстреливает JDC, отходит Бант. Временем Фроузена разваливает Фейма. Хил от Ксершина. Джеймс очень железно. Ставится Дорбер. Сейчас просто перекроет Плэнт. В итоге у него получилось вместе с Флитом отслить бомбу. И, казалось бы, мышки были близки к взятию этого раунда. А бомба пока не минируется. Выходит аккуратненько с бананом. Если говорить про зал, то он очень пустой. В начале игры было прям процентов 20 заполненностей. Сейчас уже 40-50. Но это из-за того, что следующая игра Фурии. Сейчас на рейде, так, в твиттерах все жалуются на эту сцену. Все хотят, чтобы в Бразилии больше не было турниров. Потому что это не особо респектабельное отношение, когда люди смотрят только команду Фурия. Ну и еще хуже, когда они болеют только за одну команду. Сейчас уже получше, но, опять же, из-за того, что Фурия будет играть. Джеймс, Джеймс такие раунды берет. Просто гений. Вот один из раундов. Зал был просто в восторге. Последний против двоих. Ставит бомбу на дефолте. Посмотрим, потащит ли Джеймс один из крутейших клатчей. И подарит ли он своей команде 15 раунд. Ловит Сершина. Остается Фролзен один на один. Джеймс увидит, и он тащит этот клатч в 15. ХП было у Джейма. Начинает вышивать, меняет Фамас на девайс, на коллаж. И умирает в 16-7. Поздравляем все-таки команду Outsiders, которая проходит в гранд-финал соревнований. Только что закончилась игра. Outsiders выиграли, и они прошли финал этого турнира. Меня не слышно. Люди уже болеют за фурию. Но я искренне рад за Джеймс и команду. И просто лучше. После игры Maus и Outsiders у нас появилась возможность зайти в их лаунж. Вы только посмотрите, насколько они спокойны после победы. Но в этот же момент они финалисты чемпионата мира. Увидел двоих. Увидел двоих. Еще двоих. Еще двоих. Да ладно, что творит? Что творит? Кейдиан! В итоге Ксиратус спустился. 15 секунд. Кидается Хаешка за реактор. Это квадрокилл от Кейдиана. Поздравляем команду Героик. Только что доиграла Фурия. И результаты, конечно, не положительные для бразильской сцены. Герои их констанционно выигрывают, забрав, можно сказать, что в сухую третью карту. У Фурии были огромные шансы. Они сделали очень хороший камбэк на второй карте. Здесь раундов подряд. Но сегодня бразильская аудитория будет спать без хорошего настроения. Уже завтра мы посмотрим гранд-финале Мажора. Насколько полен или пуст будет стадион, на котором проходит Рио Майджер 2022. Для меня это сейчас самое интересное. Ну и, понятное дело, я болею за Джейма и аутсайдерс. Кстати, бразильскую трансляцию, только бразильскую, смотрела 500 тысяч. Это нечто. Это просто нечто. Это уже день финала. Я приболел немножечко. У меня минус горло. Но, в любом случае, к счастью, я тут не ору. Наконец-то команды готовы. Карта Дэми Раш будет сыграна первая дальше оверпасса, если потребуется Инферно. Аутсайдерс начинают в атаке. Герои защищаются. Так что удачи, ребята. Кейдян с ним, Джейм не потеряет тех, с тем, как ты переслез к его пьяному. Ву-у-у! Красиво! Один аутп для Кейдян! Что ты можешь отбереть? Не именно, а сп아 graduate! Это моя половина. Сега откидывает смок на бомбу и попробует ее задефить. Отпустил. Понимает героики, что Дифуза нет. В итоге Норберт еще одна имитация Дифуза. Его режут, понимает, что он все равно не здесь. Дифуз-дифуз! Кейдиан услышал, что он попал ножом, и раунд берут ребята из героек, это 8-8. Не-не-не, Норберт, уже не успел. Уже не успел тест-пункте. Момж заканчивается тур. Ситуация 2-2. Летает кикер на план, делает килл, умирает ставот. Теперь Кейдиан последний против двоих, с эмкой сверху, бомба на него хорошая. И контролит Джейм, друзья, это победа Аутсайдерс на Дэймираж. Суперфинал продолжается, оверпассы, последний шанс побороться за кубок для команды героек, потому что первую карту они все-таки проиграли. Да, с одной стороны карту оверпасса убирали они, но Аутсайдерс, собственно, на этой карте играют тоже довольно хорошо. И у них есть все шансы выиграть в серии 2-0 и поднять над собой кубок чемпионов этого мейджора. Да, это Норберт, кикер, все в позиции, Флитт, но, но, по-другому, по-другому. Стану не был, пытаясь бросить его внизу, хорошо на глоуке, шушь, 1-1. Очень слабо на опцияхе, и особенно с шотом, как Флитт, Масокрерский номер, полный эйс. И Абилл снова видит, веревься Джейм, дожидается Тезиса, 8 хп, 20 у Кэйдиана, и в итоге он не берет, не пересстреливает Джейма. Какая жесть, как же не везет уже в этой ситуации кикер. Кикерс, может, из-за того, что он будет исключен. И Тезиса, тасс, с удовольствием, Оуцидер, который, indo и control, по-другому, он не может быть великю. Тезиса, пока что-то, 20-22, он будет решен. Роутсидеры готовы... Горьков, затронусь! Субтитры делал DimaTorzok Друзья, на этой ноте заканчивается мажор Аутсайдерс выиграли И вообще непонятно, как это случилось Людей было достаточно Громкости было много Этот мажор засчитывается Все было хорошо Бразильцы любят Джейма А мы любим красивый КС И он здесь был Да, понятное дело, будет большое количество споров Насколько честный был турнир Но здесь победила синейшая команда И оспаривать эту победу никто не будет Да, аудитория здесь максимально горячая Но это не может считаться минусом Я надеюсь, вам понравился этот материал И если это правда, то я жду от каждого Ваш лайк и подписку на этот канал Спасибо большое всем И всем пока Это был прекрасный мажор Субтитры сделал DimaTorzok